Вы помните, что мы имели успех. У нас даже есть фотографии, сохранилась о том, как публика стоит приветствовать нас. Поэтому у нас остались замечательные, чудные воспоминания о приеме, который был тогда. Сейчас, к сожалению, нам не разрешили фуршета, мы рассчитывали на это, нам позвонили и сказали, что не было. Времена изменились. Что времена изменились, и мы вас просим, ничего не предпринималось. Люди перестали пить. Надо сказать, что мы были очень огорчены. Жарёна говорит, что восточный человек, она долго это переживала. Может быть, где-то так, где-то коньяк. Нет, но тебе сказано, что ли? А фуршет в стенах театра русского драматического? Нет, это в театре, мы думали, как всегда. Ну, здесь, здесь. Для вас. Для вас, например. Вот, вот. Для вас как-то. Ну, а те, кто придут, конечно, мы рассчитываем, чтобы как-то буфете там как-то создать. Какую-то VIP-зону постараемся сделать. Зону такую, да. Так что, ребята, приходите. Для вас, да. Так что, приходите, будем рады вас видеть и на спектакле. Тем более, что здесь присутствует вот главный герой Пугачёва, роли Пугачёва, это Павел Бадрах. Он в прошлом приезжал к нам сюда, был один из друзей в Фиалке Монмарта. Вот так. Ну, и нас вы все знаете. Вот Паша, действительно, с корабля на бал, и он согласился с вами встретиться и ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Потому что, ну, ему не сегодня играть, а завтра. Так что он успеет. Мы его вырвали из автобуса. Вырвали. Время еще есть. Время еще есть. Ну, что вам рассказать, что вас интересует, почему мы взялись за этот материал, почему мы, собственно... Почему вы его привезли. Да, и почему мы его привезли. Можно у вас? Вот директор хочет. Он, как наш продюсер. Мне так распирается немножко, эмоционально. Значит, ну, по поводу пикантных разных вещей, да. Ну, надо сказать, что вообще Прибалтика, это наша самая любимая зона нашего, вот, так сказать, вот, не влияния, так сказать, вот, не обитания, не знаю, но наших, как бы, помыслов и так далее. И вот как-то в Эстонии, было это много лет назад, нас знакомят с одним бизнесменом, это были гастроличные дни, а мы только-только тогда вот организовались, буквально 2-3 года прошло. Говорят, это вот руководитель театра на Басманной. И эстонский бизнесмен говорит, слышу, слышу, говорит, суд там у вас есть на Басманове. Это знаменитый, да. Поэтому. Слово, значит, а по поводу того, что, значит, капитанская дочка, это, почему вот приехали мы с этим спектаклем. Вы знаете, для нас это получился знаковый спектакль. Вот бывает в каждом театре, ну, там, 1-2-3 спектакля знаковых. Ну, не знаю, в Аханском театре Турандот, там, принцесса, да, там, не знаю, в Садириконе, в Служанке, там, в Соременнике, там, не знаю, вылетел из головы, да, не знаю, что назвать, там, действительно очень много. А вот в нашем театре, значит, это Фиалка Мануарта, которая 6 лет назад здесь была. Это спектакль Снеголечка, ну, это такой оперы, там, детский беднаж. И вот это сейчас Капитанская дочка, в которой мы все буквально еще влюблены. Здесь, получается, еще, по-моему, 9-10 показ, это входит в десятку, ну, как бы, премьера, это 10 спектаклей первые. Вот примерно 9-10 спектаклей, получается, еще вот, как бы, премьера. Значит, ну, по работе творческой части, там, как бы, Жанна Глёня скажет, что я еще хочу добавить. Спектакль, относительно технически сложный, там, значит, присутствует, там, некая проекция, это, такой, уже, как бы, новая технология, вот, там, значит, какие-то задействованы эффекты такие, вот. Ну, по количеству состава, может быть, он чуть поменьше, чем была Фиалка, там, вот, тогда. У меня с Фиалкой в знаменитый случай, когда в городе Тель-Авив, значит, гуляет Роман Виктюк, и вдруг встречает свою бывшую ученицу. Говорит, ой, здрасте, Роман Григорьевич, здравствуй, как ее звали? Просвирова, как ее звали? Просвирова, Аня, Аня, да. А ты как здесь? Вы как здесь? Он говорит, я здесь отдыхаю, а ты как здесь? Я здесь на гастролях. Она ему отвечает. И Виктюк, я потом ему уже сказал эту историю, все зло в слово точно. И он говорит, ну, у вас здесь человек пять-шесть? Она говорит, сорок пять. Как здесь сорок пять? Говорит, что есть спонсор? Она говорит, нету спонсора. Да нет, там, у вас, деточка, ты не знаешь, там ваш директор. На самом деле спонсора не было. Просто два спектакля в театре Гешер продались очень хорошо. Там 900 мест. И эти расходы, в смысле доходы покрыли. Мы жили в гостинице практически в первой линии, четырехзвездной. Обычно гастролеры уезжают на край Террива, где-то подешевле. А мы жили в этой гостинице. На берегу моря. Да, мы там ничего не заработали, но я поставил условия, чтобы целый день нам дали. И в этот день мы поехали в Иерусалим. И вообще, моя мечта сбылась. Как сказать, была фиалка, ну ладно, спектакль. Всей этой группой мы прошли по всем святым местам. И удивительный был день. Когда мы там уезжали, небо было черное просто. И звонит наш гид и говорит, вы там запаститесь этими салфановыми пакетами. Я начальник не понял, что это такое. А это был шаббат, и магазин не работает. И я, значит, у меня паника. Какие пакеты, что вы? Наверное, пакеты это одевать на ночь, чтобы когда поток идет, в рассолении, там же наклон, чтобы не смыло. И когда мы выехали, вдруг небеса развернулись и солнце. Она говорит, ребята, вы ангелочки. Наш директор символист вообще. Небольшой пескурт, да. А в чем все мы бьемся? О том, что завтра будет солнце. Да. Нам обещали. Я уже заканчиваю, значит, поскольку это уже 9-10 спектакль, значит, он прошел некую обкатку. Мы были, помимо Москвы, в городе Владимир. Такой небольшой город, рядом с Москвой, такой 176 километров. Исторический такой город. Там, где знаменитая Владимирская тюрьма. Централ, да. Там Паша имел такой бешеный успех, что люди, актеры из драматического театра, пришли там за кулисы с поклоном буквально. И там очень хорошо принимали. Потом мы были, буквально сейчас, 30 сентября, был спектакль в Горнин-Новосибирск в рамках фестиваля «Другие берега». Ну, там тоже был хороший прием, но орган несколько другой. Потом мы еще сыграли в городе Зеленоград, это рядом с Москвой, как бы район Москвы считается. Там очень был хороший. Ну, по-разному принимают в разных местах. Так иначе. Мы, конечно, сейчас очень волнуемся. Для нас это экзамен, испытания. И никакого у нас нет какого-то такого снобидного московского. Какого-то такого. Все как-то, все очень по-честному. Мы приехали сюда по-честному. То есть у нас, вот как вот играется все в Москве, так и здесь это все будет. Без всяких там купюр. И, в общем, конечно, мы надеемся на успех. Но что, как будет, как зритель примет вообще, как все это. Но для нас это очень большое волнение. Будем ждать за счет дня, как это все будет. Все, я замолкаю, много говорю. Извините. Просто наш, как детище, это всегда. Да, вот он также волновался с Фиалкой. Сейчас он обожает, конечно, вот этот спектакль. Тем более, там были кое-какие новшества для театра. Это траты какие-то, например, снег, машина, там все это, понимаете. Это все-таки вещи, в которые вкладываются не только деньги, но и душами. А директор у нас, то есть Юрий Александрович, он вообще любит театр, любит все, что связано с театром. Поэтому ему хотелось в этом начале вот так как-то все это выразить, свои эмоции. А то, что мы действительно в Привалтику приезжаем уже не первый раз к вам, второй раз. И четыре раза были в Эстонии. Жаль, шесть трудные по Эстонии. А, шесть по Эстонии. Вот видите, так, по Эстонии. Так что, действительно, это наши родные места. Вчера уже даже приемновал у нас наш продюсер из Эстонии, Зоя Герлана. А как вы едете туда-да? А мы так. Вот, мы едем сюда-да. Вот. Ну, это, так сказать, просто экскурс о том, почему и как. Это вот почему. Почему мы выбрали. Во-первых, надо сказать так, что Институт народного образования, как таковой, всегда присылает какие-то названия необходимые для того, чтобы можно было заинтересовать детей и юношество. И однажды, ну, это было не сейчас, а еще и раньше, в одном из списков было такое название «Капитанская дочка», «Пушкин». Вот. Ну, у нас пушкинский спектакль есть «Барышня-крестьянка». Мы называем ее нас «Леди Акулина». Вот. Идет тоже с большим успехом. Ну, надо сказать, что люди есть такие, которые приходят, и не читали Пушкина. Таких очень много. Но иногда они знакомятся, им очень радостно сидеть, и ощущать, вот, и видеть даже среди персонажей своих близких, своих близких вот так вот, в ситуациях вот разбираться. А тут «Капитанская дочка» вдруг, понимаете, зазвучала музыка. Вот что самое интересное. Что музыкальный театр может заинтересовать? Не только название, конечно, в основном. Я, например, руководствуюсь всегда музыкой. Почему? Потому что если она не затронет ваше сердце, если она не сумеет возбудить вас, то и ставить нечего, понимаете? Вот. И когда я услышала, что Андрей Петров со своей дочерью... Ну, дочь, конечно, участвовала в этом, я понимаю, как композитор и как помощник, как второй, что ли, композитор. Но основа, основа – это сам Андрей Петров, которому мы очень доверяем, как, я считаю, одному из величайших композиторов современности. И человек очень скромный по своей натуре. Всегда он был таким, каким я. Я просто помню его по экрану, никогда не была с ним знакома. И его музыка нас сразу вдохновила. И вдохновило не только это, а то, что это была написана рок-опера. Это рок-опера, это то, что мы никогда не делали. И то, что ставилось где-то вокруг, не вызывало никогда никаких особых ощущений, что это такое. То есть мне казалось, что то ли мюзикл, то ли что непонятно, почему рок-опера. Но рок – это, прежде всего, музыка, написанная в определенном ритме, с определенными законами. И когда эти законы соблюдаются в музыке, значит, это правильно. Мне сразу показалось, что Андрей Петров стремился к тому, чтобы эта музыка звучала так, как он ее задумал. Тем более, что заказала ему Бостонская консерватория. И это было написано произведение для Бостонской консерватории. И первое свое крещение это получило именно в Бостоне. Как мы знаем, имело большой успех там на английском языке. И вот английский вариант нам вначале попался. Совершенно случайно, надо сказать. Вот так. Мы поинтересовались, они взяли как-то пару акаций. Были и русские. Был такой театр. Он и сейчас, по-моему, есть, это театр рок-музыки. Ну, не знаю, как он соответствует этому или нет. Но так или иначе, они что-то перевели. Вот так. В Петербург. В Петербург. В Театр рок-опера. В Театр рок-опера называется. В Подградинском. Да. И мы попросили дать нам вот вариант. И над этим вариантом, надо сказать, мы довольно много поработали. Потому что тот вариант, который они сделали, у них был какой-то полуконцертный вариант. Непонятно, музыка, она вся шла вот, знаете, так вот, накатом таким. Там все речитативы были положены на музыку. А к речитативам были написаны стихи. Мне показалось не очень интересным. Вот так, прямо скажем. Поэтому, прежде всего, я освободилась от речитативов. Мне захотелось от них уйти. Ну, и уже переработать сам по себе сценарий. Но наши музыканты запротестовали против той музыки, которая шла у Подградинского. Потому что она была написана не в стиле рока. А современность требует, чтобы это было как-то все-таки выдержано. Как я уже сказала вначале. Поэтому мы аранжировали у современного композитора Алябова под руководством нашего профессора музыки Валерия Петрова. Он, кстати, и был дирижером здесь, с Виалкой туда приезжал. Вот это очень известный человек. Он в свое время в Нью-Йорке получил лауреатство как музыкант-исполнитель. И под его руководством Алябов сделал с любовью, потому что так же с любовью подошел к этим музыкальным номерам, которые были ему предоставлены. Он сделал вот это. Делалось это довольно долго, в течение полугода, надо сказать. По номерам. То нас что-то устраивало, то что-то не устраивало. Но как всегда, когда идет работа, чтобы это было профессионально, вот главное. И когда это было уже сделано, выслушав все это, получилось, ну, что получилось, как говорится, что выросло, то выросло. Это вам судить тоже, поскольку детище это наше первое, вот такое. Потому что мы никогда раньше к року, музыке не обращались. Хотя слушали и знаем, что такое роковая музыка. Я сама очень люблю ее, кстати. Я люблю эти децибелы, которые всегда гремят по ушам. Мне нравится громко, в принципе, вообще. Так вот так будет. Современная, конечно. Вот так. Ну и приезжали к нам на премьеру. Приезжала дочь, к сожалению, уже ушедшего композитора. Дочь сама по себе тоже, как я сказала, она принимала участие в этом. Она приняла ту аранжировку. Правда, с оговорками, потому что всегда хотелось, чтобы это было все-таки более симфоническое звучание. Но она приняла нашу аранжировку. Приезжала вместе с ней вдова, вдова Андрея Петрова. И, так сказать, мы пригласили даже и сценариста, но ее уже не было, к сожалению, в живых. Приехала ее дочь, которая тоже приняла. Вот видите, вот так как-то преемственность такая соблюдалась и в сценарии, и в музыке. И они очень хорошо приняли. Много было всяких разговоров. Можно было бы и так, и это, как всегда, и так далее. Не я там прибавила, конечно, но не сама по себе, но мне просто хотелось, чтобы там была императрица обязательно была. Есть такой дух оперы, дух не только свободы, за которую борется Пугачев, а и за свободу, и за, может быть, вот то утерянное, что ли, которое было когда-то во времена царствования наших русских императоров. Вот что-то было утеряно, вот честь, совесть, о которой хотелось говорить, но тут особенно не разгонишься, потому что мы в рамках пьесы. И, ну, мы попытались это как-то сделать. Надо сказать, что она сама по себе, вот эта роковая музыка и весь сценарий, он не рассчитан на большое количество людей, что нас вполне устроило. Потому что делать вот эту толпу пугачевских, понимаете, вот ряженых, я бы так сказала, вот с ружьями как можно больше, вот от этого мы, к счастью, ушли. Тем более и не нужно это было. Потому что нам главное было пронести линию Пугачева, линию любви. Вот это было очень важно. Как вот в такое смутное время, когда жизнь, вся государство раздиралось на части, когда кто-то хотел убрать императрицу с трона, понимаете, вот эта борьба за свободу. И в это время вот такая совершенно необыкновенная любовь, которую они смогли вынести, но, как вы это увидите, не без участия все-таки главы правительства. Имеется в виду императрица, которая помогла. Ну, это и по Пушкину. Ну, по Пушкину так, как вы понимаете, она помогла, она поверила в человека, который в это время нес на себе и честь, и совесть народа, присягнувшего государыня императрица, понимаете. Вот это все, насколько удалось вот так в сжатой форме вот это воплотить в жизнь, во время работы вот мы и влюбились в это произведение. Вот так вот. То есть оно нам, мы с сердцем его, с душой вот его как-то выпистывали. Не знаю, насколько я точно это вам смогла передать, но на вопросы я отвечу, если они возникли, Это мы с вами. Спасибо.